Детское сиротство Детское сиротство 那我們 начнем наш непростой разговор И первый вопрос к вам, Игорь Васильевич Какова на сегодня статистика по опеке и усыновлению в Архангельской области? Если брать на 1 октября 2015 года, то у нас под опекой находятся 3700 детей В том числе на воспитаниях приемных семьях 1440 ребятишек За последние годы, конечно, благодаря мероприятиям, которые мы проводили, проводим, безусловно, по пропаганде семейных форм устройства, у нас численность детей-сирот, которые находятся в государственных учреждениях, сократилась с 2025, это в 2012 году, до 1310, как вы сами отметили. И, конечно, мы эту работу продолжаем, безусловно, я думаю, что обсудим сегодня основные, так скажем, аспекты нашей работы и помощь, которую нам оказывают наши партнеры и общественные организации в Турции. Конечно. Давайте поговорим о самом важном, наверное, это о причинах сиротства. Как вы считаете, у меня вопрос ко всем, какие причины превалируют именно в Архангельской области? Ну, я не думаю, что мы чем-то отличаемся, однако же, вот исходя из цифр, которые назвал Игорь Васильевич, кто начнет? Отец Валерий, пожалуйста. Вы знаете, на самом деле проблема очень многоплановая. Нельзя только за цифрами, вы согласитесь со мной, оценить весь масштаб той трагедии, которая существует в нашем обществе. Как священник могу сказать, что в духовном плане наш регион, наверное, один из немногих регионов России, за последний век очень серьезно пострадал от поиска, а точнее от слома традиционных ценностей семьи, нравственности, духовности. Век уже нам понадобился для того, чтобы снова заговорить о тех целях, которые мы ставим в воспитании, в просвещении, в наше общество, в поисках тех смыслов и целей жизни. Конечно, вот хотелось бы сказать о том, что замечательно, о том, что мы вообще стали говорить об этой проблеме, потому что оздоровление общества есть обращение, во-первых, внутрь самого общества, а самое главное составляющее и духовно рождающее общество есть семья. О ценностях семьи, о благе семьи, о радости бытия в семье, наверное, сейчас нужно говорить. И как замечательно, что есть те семьи, которые этим радостью, этим благом готовы поделиться. И наоборот, если мало семей, если семьи небольшие, если мало желания и возможности поделиться положительным опытом увеличения детей в семье, то, конечно, и проблемы сиротства будут возникать. Мы, конечно, знаем и о многих других причинах, проблемах, но они, конечно, касаются, во-первых, и самое главное, касаются душ взрослых людей. Наверное, нам надо поговорить и о нас. Спасибо большое. Отец Валерий, как Вы считаете, Илья Васильевич, причина сиротства? Я добавлю, несмотря на то, что отец Валерий говорит о том, что цифры не главное. Но вот если взглянуть даже на цифры, то у нас только 5% от ребят, которые получили такой статус, являются сиротами по определенному такому несчастью, когда потеряли реально родителей полностью в результате каких-то трагедий. И 95% от всех сирот, это сироты социальные, то есть я имею в виду по признакам социальным, это родители. Приживых родителей. Приживых родителей. Приживых родителей, родители, которые лишены родительских прав. Да, это, ну извините, уже опустившиеся до такой степени люди, у которых дети отобраны государством, которые не могут воспитываться в такой семье. И, конечно, это вот проблемы, о которых сказал отец Валерий, это и коголизация общества, это и бич последнего времени, с которым мы так серьезно тоже пытаемся бороться, наркомания, ну и другие такие вот нехорошие вещи, которые сегодня происходят в обществе. Это основная все-таки причина? Это основная причина, да, социальная. А скажите, пожалуйста, я вот обращаюсь к нашим мамам, у которых есть приемные дети, которые воспитывают уже не один год. Вы когда знакомили с жизненной историей тех детей, которых брали в семью, для вас это было принципиально? Ну, знаете, не столь важно, наверное, потому что мы понимали, что этому ребенку на данный момент очень нужна помощь. И мы знали, на что шли, но нам важно знать то, с чем пришлось этому малышу столкнуться в самом при рождении, и дальше, какие его проблемы ему пришлось преодолеть. Потому что это очень важно для родителей, чтобы в дальнейшем помочь ему правильно выбрать жизненный путь, утвердиться, чтобы он научился доверять людям, любить и верить. Поэтому очень важно знать историю каждого ребенка, которого мы берем. А вы как, Лёва Фанна? Нет, для меня было не важно. Я просто столкнулась с этим ребенком и поняла, что он мой. И все. И что там было, и что ждет впереди, это было для меня не важно. Это был просто уже мой. И все. Мы вернемся еще раз к этой цифре. Тысяча триста десять детей, которые все-таки нуждаются в устройстве семьи. И вот на уровне правительства Архангельской области что делается, чтобы сократить эту цифру? Вы уже начали этот разговор. Ну, я отмечу только, что, конечно, это такой достаточно сложный контингент в плане устройства. Это взрослые ребята, это ребята с ограниченными возможностями здоровья, а где-то дети инвалиды. Это братья и сестры, причем разного возраста. И, конечно, таких ребят наиболее сложно сегодня устроить в семье, хотя они это очень хотят. И, конечно, последние два года мы такой хороший ориентир направили на информационную кампанию. Это и наличие нашего регионального соответствующего сайта. Мы провели в этом году первый форум, как раз съезд, можно так даже назвать, приемных семей, где были площадки для общения, для ознакомления, может быть, так, с какими-то предложениями с новыми, которые можно реализовать в плане внесения корректировок в областное законодательство или предложений на федеральный уровень. Да и вообще само общение приемных семей, оно всегда положительно, особенно, когда есть такие семьи, которые представляют наши участники. Но я должен сказать, что и меры, так скажем, поддержки финансовой, в том числе, у нас сегодня такие достаточно серьезные в регионе сложились. Понятно, что всегда, может быть, и не хватает средств, но, тем не менее, мы их стараемся индексировать сегодня ежегодно. Это тоже своего рода такая поддержка, и, может быть, мы этим привлекаем внимание, в том числе, родители, которые способны заменить родителей ребятами. Вы сейчас упомянули о форуме, и как раз мы на эту тему сейчас посмотрим сюжет. В сентябре в Архангельске прошел первый региональный форум для опекунов и приемных родителей. Я предлагаю посмотреть сюжет, а затем мы вернемся к нашему разговору. Вот, внимание на экран. 3 и 4 сентября в Архангельске состоялся региональный форум приемных семей. Первый в нашей области, и по замыслу организаторов это мероприятие должно стать традиционным. На сегодня в Поморье зафиксировано почти около 5000 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Большая часть их, 3700, уже взяты под опеку или проживают в различных семьях, 300 представителей которых съехались на форум. Детям нужна семья, и поэтому они с нами, и мы все вместе, и они нам помогают жить, и мы им во всем помогаем расти. Они еще маленькие, детские садики ходят, только через год пойдут в школу, так что у нас все еще впереди, и все замечательно. Приемное родительство – это прежде всего большая и ответственная работа, потому что приемные детки – это особые детки. Они уже в своей жизни прошли нелегкий путь. Каждый из приемных родителей понимает, что он прежде всего должен не только полюбить, но помочь этому маленькому человечку поверить обратно в жизнь, поверить в людей. С каждым годом приемных детей, попавших из детского дома в настоящую семью, становится больше. Но до сих пор есть и те, кто живет в государственных учреждениях. И только от взрослых зависит, чтобы каждый ребенок мог воспитываться в семье. Кто-то усыновляет детей, кто-то просто принимает в семью на воспитание. Важно, главное, что дети воспитываются в семье. С каждым годом количество приемных семей все больше и больше. Родители принимают решения, а мы со своей стороны делаем те условия, при которых это было бы комфортно. И это не только вопросы финансово-экономического плана, это вопросы и сопровождения приемных семей, подготовка потенциальных родителей, как приемных родителей, дальнейшего сопровождения, помощь различная в организации, которая касается обучения детей, воспитания детей. Такой подход поддержан президентом России Владимиром Путиным и последовательно реализуется правительством Архангельской области. Прежде всего через механизмы адресной социальной поддержки приемных семей, многие из которых многодетные. Бесплатное посещение членами приемной семьи в выходные и каникулярные дни государственных учреждений и музеев Архангельской области, региональный материнский капитал, который мы уже сегодня упоминали, в размере 50 тысяч рублей, единовременная денежная выплата на приобретение инвентаря для детей, представляющих Архангельскую область на областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, олимпиадах, турнирах, конкурсах, фестивалях в размере 30 тысяч рублей на ребенка. А также субсидии семье, воспитывающей 6 и более детей на приобретение транспортного средства в размере не более 1 миллиона рублей. На площадках форума обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются приемные родители и семьи. Обсуждались для того, чтобы помочь приемным родителям, в том числе потенциальным, их разрешать. Важно, чтобы решение принять в семью чужого ребенка не привело через какое-то время к отказу от него. Для любого из них возвращение в детский дом – тяжелая травма. К сожалению, такие случаи есть. Детдомовский ребенок не игрушка. Он человек, пусть маленький, со своим мировоззрением и характером, которые формировались зачастую не в лучших условиях. Решение прийти в чужую семью для него не менее ответственно, чем для родителей, которые решили его принять. Помочь ему и его новой семье обрести друг друга по-настоящему, стать родными – ключевая задача нового регионального форума, где при участии специалистов и самих родителей будут обсуждаться ключевые проблемы опекунства и усыновления приемных семей. Мы продолжаем наш разговор за круглым столом. Вы все были участниками первого форума приемных родителей. Скажите, пожалуйста, прежде всего, вот к вам, мамы, вот такие собрания, они необходимы? Конечно, это очень важное такое мероприятие, которое прошло у нас в городе, потому что вместе собрались родители, которые воспитывают детей, и у всех, в принципе, одни и те же проблемы. Мы объединились, чтобы обменяться опытом, узнать что-то новое. И самое главное, наверное, все поняли, что прежде всего по одиночке проблемы – это мы принимаем решение самостоятельно, да, принять ребенка в семью, а дальше проблемы возникают у всех одинаковые. И решать эти проблемы, конечно же, гораздо легче, когда мы вместе. Вот почему у нас очень хорошо, что у нас в городе есть общественная организация, в которой, в принципе, мы занимаемся многими вопросами, да. Самое главное для того, чтобы родителям было легче и проще воспитание. Мы учимся предупреждать возникновение тех сложных ситуаций, которые могут возникнуть во время воспитания детей. Мы радуемся вместе своим успехом, делимся опытом. Поэтому каждый может какую-то ошибку совершить, но можно ведь ее и услышав из уст другого родителя, уже как-то быть к этому готовым. Это тоже очень важно. И поэтому, когда мы встречались с родителями вот именно на форуме, все говорили, да, очень важно, чтобы вот такие группы, где-то, может, это будет клуб приемных родителей, которые будут собираться вместе. Вместе будут какие-то свои мероприятия проводить, потому что все мероприятия, которые мы проводим, совместные, семейные, они только для того, чтобы семья стала сильнее и счастливее. Потому что только через совместное творчество, через совместное дело наши семьи становятся лучше. Да, Льва Фанна? Ну да, конечно, нужны форумы. Даже для того, чтобы знать, что государство видит нас, да, и помогает. И мне кажется, такие форумы, они не только вот объединяют, а они дают силы и гордость за то, что ты делаешь. Отец Валерий, вы как считаете? Ну, во-первых, огромная благодарность организаторам и Министерству нашему региональному за то, что такой форум состоялся. Это очень важный, необходимый, знаковый момент. Но я бы, знаете, хотел немножко оценить другую сторону. Форум все-таки он проводится с определенной периодичностью. Но есть жизнь семьи, жизнь человека. И вот в данном случае, как настоятель храма, могу сказать, что и в нашем приходе, и во многих других храмах нашей епархии такая работа проводится. То есть мы, приходящие в храм, общающиеся с детьми в рамках воскресной школы или воскресной школы для взрослых, знаем о тех проблемах, которые возникают в семьях. И многодетных семьях, и приемных семьях. И вот в таких небольших обществах, как приход, либо это какой-то трудовой коллектив, проще решать проблему и находить поддержку. Главное, чтобы само общество не отворачивалось, а наоборот поддерживало такие семьи. Потому что те люди, которые приняли для себя однажды и навсегда решение усыновить ребенка, они говорят и дают пример любви. То есть самой любви, которой так не хватает нашему обществу. Исходя из этой, и рождаются те самые духовные скрепы, о которых говорил наш президент. То самое нравственное чувство, которое становится живой тканью, когда действительно человек говорит о любви не как о неком эмоциональном чувстве, а способности, возможности и даже необходимости жертвовать своей любовью ради любви ребенка. И тогда эта любовь, благодать и радость семьи приумножается. И как от свечечки зажигаются другие свечи. Да, красиво вы сказали очень. Игорь Алексеевич, вот вы цели выполнили, когда вы организовали этот форум? Вы знаете, мы, я считаю, что выполнили. Мы дали такой первый импульс, вот такого, может быть, итогового совещания. Я объясню. У нас, в принципе, даже при министерстве работает общественный совет текунов, попечителей, где мы в таком постоянном рабочем режиме тоже какие-то собираем проблемы накопившиеся, обсуждаем их. А этот форум, это уже такой... Открытая такая площадка. Открытая вообще областная такая площадка. Действительно, он, я думаю, что будет у нас обязательно традиционным. Интересно получилось, действительно. И я должен сказать, что инициатива-то она пошла снизу. А вы знаете, мне кажется, что вот тем приемным семьям, тем родителям, которые особенно в области воспитываются, это у нас очень разбросанная область, они, может быть, не всегда вовремя получают какую-то информацию, какую-то поддержку такими, иногда, может быть, паникуют, что они брошены. А вот такие мероприятия все равно они необходимы, конечно. Безусловно. Но, вы знаете, мы, конечно, сейчас говорим о приемных родителях, о самых лучших примерах. Но вот накануне мы обратились к жителям Архангельской области, на сколько они готовы к усыновлению или к другим формам устройства детей. И вот какие цифры мы получили. Мы спросили у архангелогородцев, вы допускаете или исключаете для себя возможность воспитывать ребенка из детского дома? Да, допускаю 20%. Исключаю 52%. Не знаю, 28%. Результаты этого опроса, графика говорит, что не готово общество к воспитанию приемных детей. Я вот хочу обратиться ко всем участникам круглого стола. Какие вы аргументы найдете самыми действенными, чтобы помочь детям обрести семью? Пожалуйста. Ну, вы знаете, даже если взглянуть на эту статистику, то, в принципе, она о чем говорит? Она говорит о том, что пятая часть готова. И это уже хорошо. Понимаете, это не единицы, далеко не единицы. Ни один, ни 10%. Да. Вопрос, на самом деле, достаточно непростой. Принять ребенка, не каждый к этому готов. Реально. В этом, наверное, и дальнейшая наша, так скажем, задача стоит в том, чтобы этот процент готовых, понимающих, что это, и что за этим стоит, чтобы он был больше. Поэтому я считаю, что... Вы не считаете, что ситуация безнадежна? Я не считаю, что ситуация безнадежна. Что мы работаем в правильном направлении. И та динамика, которая у нас сегодня имеется, она говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. И форумы, которые мы проводим, они тоже не безрезультатны. Спасибо. Да, я готов тоже поддержать именно такую позицию, что вот эта статистика, она обозначает не некие совершившиеся факты, никогда не изменяющиеся, а наоборот, ставит для нас очень чутко задачу для того, чтобы чаще и как можно более полно, эффективнее консолидироваться в решении вот этой проблемы. Ведь вот этот ответ «нет, не готовы» это все-таки, наверное, знаете, не оценка того, что люди не желают принимать приемные детей, а что они еще не задумывались, не поставили себя, не оценили той проблемой, не познакомились с самой сутью того, что происходит. А та информация, те общественные инициативы, которые будут проводиться, я думаю, и не только на региональном уровне, но и на уровне муниципальных образований, они помогут все-таки изменить эту ситуацию. Все-таки вот как священник могу сказать, что по своему небольшому священническому опыту знаю, что люди, которые принимают в семью детей, они словно Христа принимают. Вот это благословение Божие, оно особенно почивает на той семье, которая учится любить, и учит любить своих детей, приемных детей, и сами развивают вот это чувство благоговения перед вот этой святыней, помогать ребенку встать на ноги, научить его ценностям, научить его традициям, святыням. Поэтому церковь всегда молилась и будет молиться о тех людях, которые не жалеют себя, не думая о материальном, а стремятся все-таки о том, чтобы помочь и возогреть чувство любви, как можно в большем числе детский сердец. Я тоже считаю, что в Архангельске у нас приемных семей с каждым годом становится все больше и больше. Это, конечно, очень здорово. И то, что вот такие результаты получились, с одной стороны, хорошо, что люди сразу так не говорят, что да, я готов, потому что этот ответ должен быть настолько взвешенным, обдуманным, потому что каждый из нас понимает, что обратного пути у нас уже нет. И мы, если взяли ребеночка в семью, значит, это уже наша жизнь, наши совместные, причем, планы на будущее. Поэтому все будет хорошо и много мероприятий. И радует то, что все мероприятия, которые проводятся в нашей общественной организации для приемных семей, просто приходят родители, простые семьи, они с нами участвуют в мероприятиях, они смотрят на нас. Проходит какое-то время, они тоже становятся приемными родителями. Это радует. Да, работу надо вести постоянно, потому что это очень тонкая, очень такая, чувствительная тема. Ну, я думаю, что вот даже этот опрос у кого-то в голове останется, и он задумается. Мне кажется, такие опросы нужно делать в обществе. Это кого-то зацепить может быть, конечно. Должна быть, постоянно должна быть. Вот он, может, не задумывался, теперь будет. Ну, вот, все-таки у нас 20% это стабильность. На сегодняшний день, наверное, через месяц их будет больше. Игорь Васильевич, а на какие льготы могут рассчитывать все приемные семьи? Вы уже упоминали это в сюжете. Мы говорим о том, что, значит, эта ноша, она, в принципе, возмездная. То есть у нас есть заработная плата определенная. Я не буду сейчас по цифрам говорить. На самом деле, там немаленькие суммы ежемесячной оплаты труда приемного родителя. Но, может быть, здесь, на самом деле, не стоит говорить как раз о этой денежной стороне. Вот, наверное, это не совсем правильно. Все-таки я считаю, что здесь нужно с другой стороны к этому подходить. Для вас вот денежная выплаты, финансовая поддержка является, была главным вы? Нет, конечно, были разные времена. Там было время, когда мы получали совсем-совсем маленькие денежки. Сейчас они увеличиваются, эти пособия. И очень часто ко мне, когда подходят родители, говорят, вот там-то больше, там-то еще что-то. Я говорю, вы понимаете, может наступить такой момент, ну, всякое может случиться. А если нам вообще не дадут ни копейки, неужели мы наших детей отдадим? Конечно же, нет. Не это самое главное. Самое главное – любовь, ответственность и вот семья. Я согласна с вами, но, тем не менее, все равно финансовая поддержка должна быть. Ну, давайте говорить именно как о поддержке. То есть, не совсем, наверное, правильно называть это зарплатой. Здесь государство действительно поддерживает тех людей, которые приняли к себе семью неродного человечка. Но это же человечек, да, действительно, тут все-таки давайте будем больше говорить и о нравственной стороне, о любви и так далее. И если говорить даже об этой статистике, ведь мы даже не знаем, кого именно опрашивали, какой возраст этих респондентов, с какой социальной стороны. А, кстати, в какой больше возраст, в каком возрасте готовы такие? Ну, я думаю, что на самом деле сознательно к этому подходят в достаточно зрелом возрасте, когда есть свой опыт, да. Ну, и есть, конечно же, и молодежь, которая по каким-то причинам не может иметь своих детей, тоже немалое количество таких людей. Это очень важно, это вековой способ решения как раз проблем семьи, которые не имеют своих детей, как раз принять на воспитание ребенка, который все за тех или иных причин остался без попечения родителей. Да, и вы знаете, говоря о материальном, о благополучии всегда говорится и устами священнослужителей, лучший вклад в будущее семьи – это вклад в детей, в том числе в приемных. Потому что этот вклад, он никогда не подведет семью и будет лучшим вложением души и сил. Потому что вот всегда большая семья, некогда поморская семья, это семья с богатой родословием, это семья, направленная в будущее. А именно такая семья, в которой есть место всем, не только здоровым, но и болящим, может быть, и инвалидам, и тем детям, имеющим разные возрасты. Это самый лучший вклад в будущее. Все, кто взял детей из детского дома или школы-интерната, и те, кто, пусть даже это 20%, вот те, кто смотрит нас сегодня, не бойтесь, мы не оставим ни в коем случае. Сегодня, как мы уже рассказывали, мы стараемся и консолидировать их вместе всех. И все наши институты, которые созданы, общественные институты, они направлены на это. И я хочу поблагодарить присутствующих здесь прекрасных дам, мамочек, за то, что они не побоялись, за то, что они действительно сегодня вырастили таких прекрасных представителей нашего общества, в которых будет хорошее будущее, я уверен. Спасибо. Я тоже благодарю всех участников «Круглого стола». Это Игорь Васильевич Скубенко, министр образования и науки Архангельской области, отец Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска, Светлана Владимировна Корытова, руководитель региональной общественной организации «Приемная семья», Любовь Ивановна Карельская, заместитель руководителя региональной общественной организации «Приемная семья». Мы обсуждали, наверное, самую дорогую для нас тему – это как сделать ребенка счастливым, особенно маленького человечка, который остался без родных, без семьи, в казенном доме. Он тоже ждет своих папу и маму. Если у вас есть возможность помочь такому ребенку, давайте протянем ему руку помощи, подарим ему счастье жить в семье. На ваших экранах вы видите адрес интернет-портала «Усыновление в Архангельской области» и телефон консультации по вопросам семейных форм устройства детей-сирот. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok